Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции называется «Структуры, структуры данных». Мы с вами рассмотрим структуру, структуры данных, программирование задач обработки структуры данных. Целью является предметение навыков, определений и использований структур. Кроме классов, которые для создания своих типов данных, можно использовать структуры, которые у наследования языка C++ от языка C. Структура в C++ представляет собой производный тип данных, который представляет какую-то определенную стучность, так же, как и класс. Нередко структуры, применительные к C++, так же называют классами. И в реальности различия между ними не такие большие. Структура так же может определять переменные, функции, конструкторы, беструкторы. Однако, обычно структуры служат для хранения каких-то общедоступных данных в виде публичных переменных. Для остальных сценариев используются классы. Для определения структуры применяется ключевое слово «страк», как видите здесь. А сам формат определения выглядит следующим образом. Страх, дальше у нас идет имя структуры. Далее у нас в фигурных скобках мы пишем компоненты структуры. Имя структуры представляет произвольный идентификатор, к которому применяются те же правила, что и при наименовании перемен. После имени структуры в фигурных скобках помещаются компоненты структуры, переменные и функции. Итак, у нас есть, скажем, книга. У книги есть свойства. То есть, есть автор, который состоит из строк. Название тоже состоит из строк. Есть год издания – целое число. И количество страниц – тоже целое число. Наша задача какая? Наша задача – объединить эти данные в единое целое. Итак, структура – это тип данных, который может включать в себя несколько полей элементов разных типов, в том числе и другие структуры. А как ввести новый тип данных в структуру? Для этого мы что делаем? Пишем строк, название. То есть, это у нас структура, название. Дальше у нас идут компоненты структуры. То есть, чар – автор. То есть, автор у нас символная строка чар. Где поля у нас состоит из 40 символов. Чар – тайтл – 80. Это может быть название из 80 символов. Инт и е – это год издания – целое число. Инт и пейджис – это количество страниц, целое число. То есть, память не выделяется. Далее, структура – это производный тип данных, который представляет какую-либо конкретную определенную сущность, причем как и класс. Впрочем, как и класс. Применительная к языку C++ структура нередко называют классами. Как обращаться к структуре C++? Для обращения к элементам структуры используется операция «точка». По сути, структура похожа на класс. То есть, с помощью структур также можно определять сущности для использования программы. Язык C++ позволяет программистам создавать свои собственные пользовательские типы данных, то есть типы, которые группируют в несколько отдельных переменных вместе. Одним из простейших пользовательских типов данных является структура. Структура позволяет сгруппировать переменные разных типов в единое целое. Как работать со структурой? Сначала мы объявляем. То есть, бук «Б» здесь выделяется память. Бук «Б» один. Здесь мы что делаем? Пишем название книги. Александр Сергеевич Пушкин, автор книги. Название «Полтава». Вот издание 1998 и сколько страниц? 223. Заполняем заполнение полей. «Б» точка «Автор». Это там Сергеевич Пушкин, например. «Стр копии». «Б» точка «Тайтл» «Полтава». Название «Б» точки «Е» 1998 год. «Б» точка «Пейдерс» 223. Для обращения к полю структуры используется точка. Далее вот полей с клавиатуры. «Принт-эх» автор. «Гец.б.автор». Здесь нужно будет вам что делать? Ввести с клавиатуры поля. «Принт-эх» название книги. «Гец.б.тайтл». Вам нужно будет здесь ввести название книги. «Принт-эх» – год издания количества страниц. С помощью «Скан-эх» вы можете также ввести год и количество страниц. Далее давайте рассмотрим следующий пример. Определим простейшую структуру. Первая строчка. «Sharp.input.eoStream». «Struct.person». И компоненты структуры «Unsigned.h» «Ftd.stream.name». То есть здесь определена, в этой программе у нас определена структура «Person», которая имеет две перемены. «Name» представляет тип «Spring» и «H» представляет тип «Ensemble». После определения структуры мы можем ее использовать. Для начала мы можем определить объект структуры по сути обычную переменную, которую будет представлять вышесозданный тип. Также после создания переменной структуры можно обращаться к ее элементам, получить их значение или наоборот присваивать им новые значения. Для обращения к элементам структуры используется операция «точка». Имя переменной структуры, точка, имя элемента. По сути структура похожа на класс, то есть с помощью структур также можно определять сущности для использования в программе. В то же время все члены структуры, для которых не используется спецификатор доступа, «Public», «Private», по использованию, по умолчанию, являются открытыми в «Public». Тогда как в классе все его члены, для которых не указаны спецификаторы доступа, являются закрытыми в «Private». Кроме того, мы можем инициализировать структуру, присвоив ее переменам значения с помощью синхронизации. «Person», «Tone», «34 Tone». Копирование структур. Скажем, нам нужно скопировать структуру B1 в B, структуру B2. Мы можем скопировать по элементам, скажем, нам данный нам букв B1, B2. Здесь мы вводим B1. str copy B2.author, B1.author, str B2.title, B1.title. B2e равно B1e, B2 pages равно B1.pages. Это по элементам копирования структур. Дальше копирование бит-бит. Input memh. Значит, с помощью memcopy мы что делаем? Куда копируем, указываем, откуда копируем. Из B2, из B1 копируем в B2. И сколько байт указываем side of book. Здесь у нас первые два параметра – это адреса структуры. Или можем просто так, B2 равно B1. Далее структуры данных – это способ организации информации для более эффективного использования. Программирование структуры обычно называют набор данных, связанных определенным образом. Например, массив – это структура. Чтобы объявить массив структур, вначале необходимо определить структуру, то есть определить агрегатный тип данных, а затем объявить переменную массива этого же типа. Например, чтобы объявить 100 элементный массив структур типа адрес, который был определён ранее, можно написать следующее – страг – адрес, адрес лист 100. Далее, можно ли создать массив структур? Из структуры можно создавать массивы так же, как и массивы других типов. И все форматы определения массива будут аналогичны определению массива других типов. Массивы структуры объявляем следующим образом, как массив – это букв B10, B и в квадратном скобках 10, который у нас меняется B от 0 до B9. Также обращаемся к полям с помощью цикла for, ай – начальное значение будет нулевое, конечное значение здесь у нас будет 10 до 10. Пока оно у нас выполняется, вот это выражение, мы что делаем? Мы выполняем цикл, и ай у нас меняется шагом 1. B и T точка E равно 2000 ч. Это у нас обращение к полям. Теперь запись в двоичный файл. Здесь у нас указывается адрес массива. Здесь у нас размер блока, сколько блоков и указатель на файл. WB – это у нас означает write. Чтение из двоичного файла. F равно присваивается FopenInputDartRB. N – чтение, да, read. N равно F read, the size of book есть F. И при F прочитано столько структур. F read возвращает число удачно, прочитано плохо. Давайте приведем такой пример. В задаче books.dat записаны данные от них в виде массива структуры, типа book, не более страх. Нужно установить для всех 2008-й код изданий и записать обратно в тот же файл. Значит, InputStudioH. Мы здесь полное описание структуры. У нас идет страх book. Затем void main. Book не более старый указали. Inf i и n у нас будет integer. File f. Здесь у нас идет чтение массива. Оно у нас больше или равно, меньше или равно сказки в тур. Размер записывается в переменную n. Далее открываем цикл. И у нас здесь идет запись массива n структур. Далее выделение памяти под структуру. Мы здесь F равно new book. Мы здесь выделяем память под структуру. Записываем ее адрес в переменную F. Для обращения к полю структуры по адресу используется стрелка, как видите. Printf автора. Gets. Мы что делаем? Пишем автора. Затем printf название книги. Пишем название книги title. Потом printf количество страниц. Через скан f мыслов. Указываем количество страниц и количество какого года. Затем мы что делаем? Делаем пик. Освобождаем память. Следующий это у нас динамические структуры, массивы структуры. Наша задача выделить память под массив структур во время выполнения программы. В этот указатель, бук, звездочка B, будет записан адрес массива. Здесь у нас спрашивается, сколько у вас книг. И вы что делаете? Вводите количество книг. Выделяем память. B равно new book N. Здесь мы заполняем массив B, который в цикле выполняется следующий. Цикл у нас меняется от 0 до N. I у нас меняется шагом 1. Мы выводим автора, название книги и ворка. В конце мы освобожаем память с помощью deleteB. Также мы можем делать цикловку массива структур. Есть ключ, ключевое поле. Это поле, в котором сопируются структуры. Какая здесь у нас проблема? Наша проблема, как избежать копирования структур при сопировке. Есть решение. Используем вспомогательный мотив указателя при сопировке. И представляем указатели. До сопировки у нас P0 5, P1 1, P2 3 и так далее. После сопировки у нас будет оно выглядеть следующим образом. И вывод результата у нас выполняется в цикле. Это мы можем видеть в реализации программы. Конст N равно 10, буква B, N. Мы указываем здесь вспомогательные указатели. Затем заполняем структуру. Здесь у нас идет начальная расстановка указателей. Здесь у нас идет сортировка методов языка. Меняем только указатели. Сами структуры остаются на местах. Итак, уважаемые студенты, давайте еще раз вспомним, что такое структура. Структура – это одна или несколько переменов, возможно, различных типов, которые для удобства работы с ними сгруппированы под одним именем. Например, наша книга. Книга имеет название, книга имеет автора, книга имеет доп. издания, книга имеет количество страниц. Структуры могут топироваться, над ними могут выполняться операции присваивания. Структуру можно передавать функциям в качестве аргументов, а функции возвращать в их количество, в их качестве результатов. Переменная структура не может быть структурой того же типа, в которой она содержится. Однако она может быть объявлена как указатель на тип структуры, в которую эта переменная входит. Это позволяет создавать связанные списки структур. Разобрав примеры, мы узнали еще следующее, что структуру можно вкладывать в другую структуру. Увидели, как создается указатель на структуру, как нужно обращаться к элементу структуры через указатель, используя оператор знак «Вперед». Данные одной структуры можно расписывать в другую структуре. Можно структуру передать в функцию, как, например, элементы структуры точно так же передавать в функцию как параметры. Уважаемые студенты, вам что такое структура, структурный тип, какие операции допустимы над структурами, каким образом можно передавать структуру функции, Может ли переменная структура быть того типа, что есть сама структура? Как создать структуру? Пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Уважаемые студенты, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет вопросов, то мы завершаем нашу лекцию. Спасибо всем за внимание. До свидания.